Буквально вчера на стриме начали писать о том, что сбили самолет Су-25 в серии. Вчера мне даже не хотелось по этому поводу делать никакого видео, потому что на самом деле хочется заниматься уже основным контентом, но времени нету, тут еще и самолеты начинают сбивать, и не хочется тратить как бы на это пространство на жестком диске. Но все-таки, когда я сегодня уже посмотрел видео по этому поводу, мои догадки по поводу того, что произошло подтвердились, там в принципе все очевидно было сразу. Но мы не совсем про это будем говорить, мы сегодня поговорим о том, что из себя представляет общественное мнение на сегодняшний момент, в Рунете конкретно, и эксперты всех мастей, естественно, полезли из всех щелей, но мы-то знаем в основном щели, из которых они лезут, но тем не менее, эксперты, естественно, разделились на два лагеря, и первые начали говорить о том, а как же так, вот самолет Су-25, неужели он не смог ничего сделать, и никак не смог этому противодействовать, а как же комплекс Президент ТЭС, ну это экспортное его название, Витебск, что, кстати, символично в ответах на вопросы, я об этом говорил, и буквально через день опять об этом говорю. Поэтому давайте все-таки начнем, чтобы долго особо не растягивать, и, как всегда, естественно, обсудим одного экспертика сегодня, потому что без этого никуда в моих видео. Итак, по противоречивой информации по поводу того, где был самолет сбит, поступает различная информация на сегодняшний момент, но все-таки большинство источников сходится в том, что самолет был сбит в районе Масарана, так называемого, вот здесь. Вот конкретных координат у меня нет на тот момент, когда я записываю это видео, но это и не важно. Нам можно зато оценить, какова была дистанция конкретно от Латакии до Масарана. Вот это порядка 84 километров, что может говорить о том, что, в принципе, туда самолет мог долететь даже с полной боевой нагрузкой, которая составляет там порядка 4,5 тонн. 84 километра туда и 84 километра назад, в принципе, укладывается в боевой радиус самолета Су-25 на низких высотах даже с полной боевой нагрузкой. И учитывая, что, скорее всего, он с полной боевой нагрузкой туда не летел, потому что на Су-25 с полной боевой они вообще никогда не летают. Это описано было неоднократно в книгах по применению Су-25 в Афганистане, потому что ни один из штурмовых летчиков не идиот и никогда не будет летать с большой нагрузкой на крыло, потому что он не сможет эффективно маневрировать и выходить. Из пикирования, накабрирования, да, выходить из пики для того, чтобы потом совершать второй заход на цель, потому что большая нагрузка на крыло в этом случае никому не нужна. Так, в воскресенье уже стала доступна видеозапись, правда, я ее нашел только в очень дерьмовом качестве, но тем не менее на ней мы можем рассмотреть, что произошло. Вот эта вот точка, это и есть наш Су-25 Искому. Мы видим, как он отработал нарами и уходит для второго захода. И, соответственно, что мы видим, даже несмотря на такое качество видеозаписи, мы видим, что никакие тепловые ловушки летчик не отстреливает. И, соответственно, попадание по самолету. Видеозапись с другого ракурса также присутствует. Можно посмотреть именно конкретно, как запуск происходит. И попадание. Что можем уже сказать по двум видеозаписям, если смотреть уже третью, где самолет летит и у него горит правый двигатель, она уже покачественнее. Тут, конечно, нельзя все равно рассмотреть, в каком состоянии там хвостовое оперение и так далее. Но мы до конца всего не можем знать, потому что неизвестно. Видно, что не получилось потушить. Видимо, разрушаться стал двигатель до такой степени, что очереди пожаротушения не помогли. И, испугавшись сгореть и не долететь 80 километров до места базирования, естественно, летчик катапультировался. Ну, а на земле, естественно, его там уже ждали. Поэтому, что можно сказать из этих видеозаписей сразу же? Ну, первым делом можно сказать, что все-таки налицо ошибка летчика, потому что при таких маневрах всегда нужно использовать, в любом случае, отстрел ловушек. При любых раскладах абсолютно. Почему он этого не делал, это, конечно, вопрос дискуссионный. Многие скажут, ну вот, у него они кончились, наверное. Но это глупость достойная школьника какого-нибудь из 6-го Б-класса, потому что все прекрасно знают, что того количества тепловых ловушек, которые есть в комплекте с У-25, их приблизительно хватает на 4 захода, если их правильно использовать. А за 4 захода, в принципе, можно расстрелять при нормальной боевой нагрузке все, что у вас есть. Банально просто летчик расслабился и решил выполнять задачу, особо не напрягаясь, думая, что в этом районе нет никого, кто может его достать даже с ПЗРК. И он ошибся и за это и поплатился. Это моя такая версия, конечно. Всякое может быть, но на самом деле глупости про то, что у него не было тепловых ловушек. Ну, это вообще, это просто уровень 5-го В-класса. 5-го В-класса, 3-я четверть. Самолет, который был сбит, бортовой номер 95486. Гуглиться довольно легко, уже все видели его вот эту вот фотографию, она облетела, наверное, все новостные ленты. Что стоит сказать по поводу того, а как же так? Вот комплекс «Президент-Эс», неужели он не спас самолет и так далее? Ну, во-первых, стоит сказать о том, что комплекс «Президент-Эс» – это экспортная модификация комплекса «Витебск». Одного из его вариантов для вертолетов конкретно. Что касается бортового комплекса обороны «Витебск», он никогда не устанавливался на самолет Су-25СМ. Он в определенной комплектации устанавливался только на самолет Су-25СМ-3. Вот, можете посмотреть на самолет Су-25СМ-3. И конкретно вот здесь вы можете видеть два ультрафиолетовых детектора, которые нужны для определения пуска ракет в заднюю полусферу. Соответственно, куда они чаще всего и запускаются в случаях с штурмовиками, безусловно. Что касается самолета Су-25СМ конкретно, то на его борту нет подобных систем, которые могут осуществлять детекцию целей, которые ничего не излучают и используют головки самонаведения инфракрасного диапазона, например, о которых я рассказывал в предыдущем видео, в одном из своих тематических видео, можете посмотреть на канале. Подобных систем на самолете Су-25СМ нет. Все, что там есть из системы обнаружения конкретно, это L-150 постель, причем разная есть информация о том, что она устанавливается только на СМ-3, где-то пишут, что она устанавливается на СМ. В общем, конкретной информации нет, но вполне возможно, что она устанавливается на СМ. Я все-таки считаю, что она устанавливается на СМ. Но это система, которая является обнаружителем достаточно современным, уже на современной элементной базе, которая может обнаруживать и выдавать, что самое главное, целеуказание против радиолокационного облучения с помощью радиоволн самолета из Кумова, соответственно. Вот здесь вы можете видеть диапазоны, в которых она работает, и количество типов РЛС оперативно программируемых, банк данных, 128 и более. Поэтому в такой ситуации, которая сложилась, лот самолета Су-25СМ не имел никаких вариантов, кроме как лично, как это всегда вообще делается в таких ситуациях, использовать отстрел тепловых ловушек после выхода из пикирования. Как это было всегда еще и использовалось со времен Афганистана, это абсолютно известные вещи всем. Почему он этого не сделал, это вопрос. В автоматическом режиме на самолете Су-25СМ это невозможно. Условно говоря, то есть невозможно в автоматическом режиме детекция таких целей, как ракеты с такими ГСН, которые летят в заднюю полусферу. Вот есть вот такой блок. Я не знаю, как я на него попал, или кто-то в комментах скинул где-то, кстати, на каком-то из новостных сайтов ссылку на вот этот блок, или под каким-то видосом, я уже не помню, если честно. Просто у меня глаза кровью налились, когда я увидел это все. Так вот, блок АК-12 называется. Два года назад я писал, что отправка Су-25 в Сирию – это ошибка. Стоит отметить, что Су-25СМ будут вынуждены входить в зоны поражения ПЗРК, так как нанося удар с средних высот, они значительно проиграют по точке применения неуправляемых авиационных средств поражения оборудованным системой СВП-24, модернизированным фронтовым бомбардировщиком Су-24М. Увы, самолеты Су-25СМ-3, получившие комплекс радиоэлектронной борьбы ВИТС-25 с цифровой станцией активных помех, защищающие самолет от ЗУР с радиолокационными ГСН, до сих пор не получили станцию лазерного противодействия. Но это все понятно. Ну, естественно, системы лазерного противодействия у них нет. Он хочет, чтобы у них были системы лазерного противодействия, как на К-52, которые вот здесь вот подвешены, системы оптико-электронного противодействия. Вот они, которые, можете видеть их на К-52. Ну, естественно, этот Мамин-конструктор их хочет повесить на Су-25. Он, конечно, не объяснил, куда их там вешать, но тем не менее. Итак, требуется много места. Вот здесь пишут часть элементов Витебска в контейнерах, на узлах подвески, это все понятно. Ладно. Давайте прочитаем-то самое интересное, что пишет эксперт в своем лайв-журнале. Хотелось бы отметить, что Су-25 изначально был спроектирован так, словно никаких ПЗРК в природе не существует. Медлительный. Хотя заказчик в лице ВВС изначально хотел видеть максимальную скорость 1200 км в час. Но гражданским конструкторам... Что? Но гражданским конструкторам ВКБ было, конечно, виднее, какая должна быть максимальная скорость с прижатыми к фюзеляжу одноконтурными ТРД, имеющими высокую инфракрасную сигнатуру. В разы выше, чем ТРДД с высокой степенью двухконтурности американского штурмовика А-10. В результате после появления в Афганистане в 86-м году со временных ПЗРК «Стингер» Су-25 начали нести потери от ракет ПЗРК в разы более высокие, чем применяемые одновременно со штурмовиками однодвигательные скоростные истребители, бомбардировщики Су-17, имеют 20 разных модификаций. Процитирую из доклада, но вот он здесь скидывает, сколько было потеряно, сколько было залпов пусков из ПЗРК, сколько было потеряно Су-25 и так далее. Естественно, что результатом такого расстрела из их штурмовика у Кабасухова было нужно принять меры по повышению конструктивной живучести самолета. Ну, начнем прежде всего, наверное, с того, почему самолет Су-25 медленно летает и так далее. Вообще, я просто не представляю, как вот люди могут нести такую хуйню, абсолютно вообще несусветную дичь, и объяснять такие вещи вообще, почему самолет с такой стреловидностью, с таким удлинением крыла, с таким относительным профилем, который был создан для того, чтобы летать на маленьких высотах с маленькой воздушной скоростью, ну, условно говоря, маленькой, там порядка 400-500 км в час, это основные скорости, на которых он применяется. Все это было сделано для того, чтобы с таким крылом и с таким профилем можно было летать на низкой высоте при турбулентной, естественно, атмосфере, потому что там различные восходящие потоки от разогретой поверхности, допустим, земли, и для того, чтобы можно было на таких высотах реализовывать перегрузку, для того, чтобы виражи имели маленькие радиусы, для того, чтобы можно было постоянно на маленькой скорости атаковать, пикировать на цель, затем делать вираж и опять на нее заходить, для того, чтобы эти виражи при маленькой скорости, естественно, имели маленький радиус, и, соответственно, летчик, который осуществлял уничтожение цели, допустим, неуправляемые авиационными ракетами, либо бомбометание, постоянно терял ее из виду, для того, чтобы он быстро совершал маневр и опять выходил на цель. Все это нужно было делать на маленькой скорости, не только потому, что на маленькой скорости меньше радиус виража, но и потому, что на маленькой скорости летчику легче прицелиться в такую цель, и, соответственно, от этого эффективность таких ударов повышается, то есть повышается, грубо говоря, их точность. И, соответственно, нужен был самолет, который бы комфортно себя чувствовал при полетах на маленькой скорости, на маленьких высотах, и, естественно, имел бы хорошие взлетно-посадочные характеристики, потому что его нужно было бы в некоторых ситуациях очень хорошо нагружать, порядка 4,5 тонн боевой нагрузки. И, соответственно, здесь не получилось бы сделать самолет, который летал бы у земли со скоростью фактически одного маха 1200 км в час, и при этом для того, чтобы он мог на маленькой скорости пикировать и имел бы хорошие взлетно-посадочные характеристики, естественно, на маленькой скорости приемлемое аэродинамическое качество имело бы его крыло при определенных углах атаки. Ну, то есть это невозможно вообще совместить в самолете, который бы имел большие высокие скорости маха на низких высотах, и на больших высотах там имел бы какие-то скорости маха, там порядка полтора и так далее. Потому что если бы он летал с такими скоростями маха, он бы, блядь, стал фронтовым бомбардировщиком, блядь, или истребителем бомбардировщиком. Понимаешь, долбоеб ты, ебаный, АК-12, блядь. Для того, чтобы выполнять те задачи, которые выполняет Су-25, а конкретно выполнять задачи штурмовика, нужен, собственно говоря, блядь, штурмовик нахуй, которым и является самолет Су-25. Неужели, блядь, такие вещи можно не понимать? Нельзя сравнивать самолет Су-24, который создан, блядь, для прорыва ПВО, потому что это фронтовой бомбардировщик, потому что это истребительный бомбардировщик. Его задача на скорости прорвать ПВО, то есть ему для этого нужна скорость для того, чтобы выйти на огневой рубеж, применить высокоточное оружие и, блядь, улететь оттуда. Поэтому он должен уметь на больших числах маха летать и на больших высотах, и на маленьких высотах. Но у него, блядь, нет на задачи с помощью наров, там, в пикировании кого-то расстреливать и так далее. Хотя он может это сделать, но это не его задача. Это не его задача летать в зоне ПЗРК для того, чтобы, блядь, по нему стреляли. Он возвращался там с разрушенным одним двигателем, с прострелянными крыльями, блядь, и так далее. Что было сделано Су-25? Су-25 это простая машина, которая должна летать там, где его могут достать пушечным огнем, даже с какого-то стрелкового оружия. Его задача летать вот среди пуль и возвращаться обратно на аэродром полностью прострелянным. Для этого эта машина была создана, естественно, тихоходной, хотя, опять же, смотря с чем сравнить. По сравнению с Ан-2 он быстроходный достаточно. Естественно, он был создан тихоходным для того, чтобы летчику было легче осуществлять, естественно, такие налеты. Он был создан достаточно простым. Там и система управления, и Брео достаточно простая, потому что должна была быть массовая машина. Простая массовая машина, которую можно было бы в полевых условиях восстанавливать. И, собственно говоря, Афганистан это и показал. Как можно, блядь, этого не понимать и удивляться тому, почему он летает медленно, блядь? Да потому что ему нужно нахуй медленно летать, для того, чтобы было легко выполнять все эти задачи. Как можно, блядь, эту хуйню вообще не понимать? Нужно быть просто дауном, ёбаным из 7 класса, чтобы не понимать эту хуйню и не различать, блядь, истребитель-бомбардировщик и фронтовой бомбардировщик, блядь, с самолетом-штурмовиком, блядь, непосредственно авиационной поддержки. Это просто пиздец. Но я, конечно, понимаю, что я всё-таки сам учусь в 11 классе, может, я всё-таки долбоёб, поэтому давайте обратимся всё-таки к каким-то источникам. Итак, по поводу скорости. Вот такая вот у нас есть книжечка. Ильдар Бетриддинов. Штурмовик Су-25 и его модификации. Это самая лучшая книга, которая написана по Су-25. 379 страниц. И здесь вот на 22-й странице, хоть книга была написана в 2002 году, и специально для таких долбоёбов, как АК-12, уже было написано всё, что нужно. Страница 22. И начинаем читать. В сентябре 1971 года ВС была предпринята последняя попытка уговорить Павла Осиповича Сухого принять условия в ВВС. Для этого в КБ приехали начальник управления заказов ВВС генерал-лейтенант Виктор Романович Ефремов, заместитель министра авиационной промышленности по опытной технике Алексей Васильевич Минаев. Вот фрагмент их разговора на основе воспоминаний Юрия Викторовича Ивашечкина. Ивашечкина. Беседа началась с полемики между Сухим и Ефремовым. Павел Осипович, проект штурмовика, который вы предлагаете, очень интересный, но максимальная скорость 900 км в час нас не устраивает. Вы хотели бы иметь штурмовик сверхзвуковым? Да, конечно. Вот возьмите англо-французский Ягуар. Ну, ничего, конечно, что это истребитель-бомбардировщик, ну, похуй. У Землида с боевой нагрузкой он будет летать на дозвуке, но на высоте ведь он имеет скорость, составляющую 1,6 маха. Но ведь Ягуар не штурмовик, Виктор Романович. Штурмовику вообще не свойственны большие высоты. Чем меньше высота полета и выше скорость, тем меньше потерь, тем легче преодолеть систему противовоздушной обороны противника. Мы знаем эти закономерности, но мы знаем также, что на малой высоте при небольшой скорости полета у летчика больше времени для обнаружения, распознавания и уничтожения цели. Кроме того, мы учитываем, что штурмовик не преодолевает зону ПВО, а работая над полем боя, находится в гуще огня. Ну вот, собственно говоря, мнение Павла Осиповича Сухого на самом деле совпадает с мнением всех адекватных людей, которые понимают, для чего нужен штурмовик, но, блядь, естественно, АК-12, нахуй, этого никогда не слышал, и для него Павел Осипович Сухой, но это, блядь, наверное, какой-то дилетант, нахуй, в авиации, поэтому ему виднее, конечно, что такое штурмовик, а что такое фронтовой бомбардировщик. Так, вот смотрите, эта книга уже другая, тоже, кстати, рекомендую прочитать, Виктор Марковский, Игорь Приходченко, штурмовик Су-25 Грач. И вот у нас страничка 21, вот написано, как-то Айванов на самолете с тонной бомб даже выполнил несколько фигур высшего пилотажа, включая мертвую петлю, причем штурмовик выходил из нее на высоте больше, нежели высота ввода. В отличие от работавших рядом МиГ-21 Су-17, штурмовики оказались куда лучше приспособлены к боевой работе в интересах наземных частей. Действуя с малых высот и на небольших скоростях, Су-25 продемонстрировали способность к нанесению точных ударов, поражая объекты, не замечавшейся летчиками скоростных машин. Выгодной оказалась и исключительная маневренность штурмовика благодаря высоким несущим свойствам крыла и хорошей тяговооруженности, способного работать в стесненных горных условиях и выполнять боевое маневрирование непосредственно над целью, метко укладывая снаряды и бомбы. Далее читаем. Летчик-испытатель УКБ Сухого. Садовников. На работе в УКБ 79-го года до этого летчик-испытатель. Самолет зарекомендовал себе очень хорошо с учетом горных условий высокой температуры. Аэродинамические характеристики боевые возможности Су-25 тоже показал высокие. Например, мы заходили в такие ущелья, из которых мог выбраться только Су-25. Обычно с вершины горы осуществлялось пикирование для сброса бомб, а мы даже входили сверху и потом выходили в сторону вершины. Причем было такое впечатление, что самолет сам вспыхает, сам лезет наверх. Никакой другой самолет такое сделать бы не смог. В основном мы выполняли бомбометание, поскольку в горной местности бомбы показывали себя эффективнее. Тактика действий была такой. Мы выпускали закрылки в маневренное положение и на очень малых скоростях кружили над ущельем, не теряя визуального контакта с целью. Ибо когда ты отошел на большой радиус виража, все внизу теряется и уже не найти даже само ущелье. Внизу ведь одни горы. А наша машина позволяла не терять контакта с целью и выполнять всякую задачу. Что тут еще можно добавить? В принципе, здесь говорить даже не о чем. Вот эта табличка, которую он привел, она отражает действительность. Правда, что было сбито больше Су-25, но долбоеб, естественно, не понимает, что Су-25 и конкретно Су-17, М3 и МиГ-23 абсолютно по-разному действовали. Тактика применения абсолютно разная. Су-17 и МиГ-23, если они использовались как Су-25, то они действовали с гораздо больших высот, потому что скорости пикирования у них гораздо выше. И они не летали и не залетали в зону ПЗРК абсолютно так часто, как это было Су-25. Потому что Су-25 в прямом смысле месил говно, а эти самолеты просто летали сверху. Поэтому к чему вот здесь эта табличка и что она отражает, я абсолютно не представляю. Потому что здесь не показана, например, боевая эффективность. Сколько Су-25 уничтожил за эти вылеты и сколько уничтожил Су-17, М3. Причем вот эта вот бредятина, которая здесь написана, с прижатыми к фюзеляжу одноконтурными ТРД, блять, а куда их нужно было? Под крыльями что ли подвесить или что сделать? Я просто не понимаю. Это абсолютно логичное расположение двигателей по разные стороны от фюзеляжа, потому что они этим фюзеляжем друг от друга экранируются просто-напросто. И есть куча фотографий, где Су-25 возвращался с разрушенным одним двигателем, а второй у него оставался целый, блять, потому что он с другой стороны ебучий ты даун, нахуй. А вот эта вот ТРД, имеющая высокую инфракрасную сигнатуру, ну блять, неси сюда их сигнатуру просто для того, чтобы я посмотрел и неужели она настолько сильная, их сигнатура отличается от ТРД, блять, двухконтурных? Что из себя представляет сигнатуры и из чего они формируются? Так что, блять, это вот эта мантра, что у ТРДД меньше сигнатура, может быть она и меньше, но это, блять, не критически важно, она находится в том диапазоне, блять, который нужен инфракрасной головке самонаведения, чтобы туда полететь. Или что, инфракрасные головки никогда не прилетали в А-10? Это просто пиздец, нахуй. И вот здесь вот он пишет, при этом главный достаток я предыдущий, высокая уязвимость, недостаточная скорость, блять, недостаточная скороподъемность, но это пиздец, для него будет, конечно, открытием, наверное, что тяговооруженность у Су-25, там, при всех вариантах загрузки, она лучше, чем у вариантов А-10, насколько я знаю. По-моему, да, она немного лучше, хотя она и у того, и у другого, там, находится приблизительно на уровне 0.5 и ниже, 0.4, где-то вот так, но у Су-25 тяговооруженность выше, и, блять, он и более скоростной, и более тяговооруженный, нахуй, потому что он просто-напросто легче, блять, чем А-10. Это он этого, блять, не знал, наверное, ну ладно. Слабые разгонные характеристики, ну, конечно, да, тяговооруженность у него выше, а характеристики разгона у него слабые по сравнению с А-10, но это просто пиздец. Помноженный на высокую инфракрасную сигнатуру, блять, двух одноконтурных ТРД из разряда неустранимых, ну, пиздец, блять, а как же так, нахуй, Су-17, М3, Миг-23, у них тоже одноконтурные двигатели, но их, видите ли, не сбивают, блять. Мнить себя какой-то вангой, что самолет Су-25 могут сбить с ПЗРК, ну, конечно, штурмовик могут сбить с ПЗРК, потому что он в зоне их досягаемости летает, дебил ты, ебаный. И нет ничего удивительного в том, что за все время операций в Сирии, блять, сбили один Су-25. Ну, это просто пиздец, для этого нужно быть, наверное, Нострадамусом, нахуй. Ты просто нереальная гадалка. А теперь, блять, принеси сюда информацию о том, сколько было боевых вылетов Су-25, и что только, блять, сука, один из них, нахуй, сбили, блять, за два года, ебучих, нахуй. Короче, все, у меня больше комментариев по этому поводу нет. Не читайте всяких пидорасов по типу АК-12, читайте книги и не слушайте всяких хуесосов. Всем пиз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok